Мне интересно смотреть на тренды, интересно принимать, например, чужие опыты какие-то, то есть что можно такого новенького вовлечь в эти все процессы по маркетингу, какие-то промо-активности, потому что я думаю, что в сравнении с конкурентами выигрывает только тот, кто проявляет инициативу и применяет что-то, что другие еще не успели. Народ постоянно активничает, очень на позитиве, ну маркетологи, рекламщики, все-все-все, кто с этим связан, они все вот такие сумасшедшие, поэтому очень круто, очень. Очень добрая и главное для всех конференция, которая даст возможность пообщаться всем-всем-всем вместе, а потом все разбегутся по профильным, вот, поэтому это хорошо. Ммм, какие спикеры на Диджитале, красота. Круто, мне очень нравится. На мой взгляд в Санкт-Петербурге нет рынка и как бы нет, не было и не появится еще года 3-4, но то, что Диджиталь одна из самых заметных конференций по Диджиталу в России, это абсолютно точно факт. Я не часто выбираюсь на публичные мероприятия, но мне здесь очень нравится, здесь такой креативный настрой, заряд бодрости. Время полтретьего получила две идеи, которые, конечно же, хочу воплотить в жизнь своей компании. Я пойду на Диджиталь 6 и на Диджиталь 8, на Диджиталь 9, собственно, здесь очень круто и на вечеринку маркетологов тоже, которые будут сегодня. Чаще касаться надо своих потенциальных клиентов и не обращать внимания на мизерную негативную связь, если она есть, если она мизерная. Мы приехали из Нижнего Новгорода и мы следили за новостями, за бэкстейджем Диджитали, участвовали в конкурсе, даже выиграли билеты, поэтому мы очень рады, что мы сегодня здесь присутствуем. Мне очень нравится здесь атмосфера, во-первых, все достаточно креативно, очень много маркетологов и интересные предложения от компании. Я, честно говоря, только что перебрала пакетик со всякими разными рекламными предложениями, очень много интересных предложений здесь есть. Люди любят слушать, люди любят фанно, люди любят работать. Я получаю те эмоции, которые ожидала от мероприятия. Как хорошая письма для размышлений.